Вот у меня сейчас камера. Будем общаться с Валерой, которую мы провожали. Прошло всего 5 дней, он уже в США. Поделится опытом, расскажет, где он был, что он делал. Вопросы можно позадавать? Вопросы можно позадавать? Да, да, конечно. Сколько по времени уже в США? Уже почти неделю. Понятно. Сколько были в Мексике? Мы, кстати, встречались в Канкун. Сколько с этого прошло времени? В Канкун мы приехали 4 июля. Так. И через 3 суток мы уехали в Хуатес. Понятно. То есть, мы пробыли там 3 ночи. Да, пока вы ехали на границу, как раз я рассказывал о том, что выиграли в суд в округе Колумбии по поводу директива о условно-досрочном освобождении. Вы как раз оказались на границе. Расскажите, что там вообще сейчас? Как разделяют семьи, не разделяют? Что там сейчас происходит? По последним новостям, то, что мне лично сказал офицер, что Трамп из долга буквально назад, что семьи больше не разделяют. И, ну, в принципе, с нами прошла семья из Украины. Они намеренно шли, потому что муж собирался идти в детеншн-центр, но их выпустили всех вместе. Понятно. Сколько находились мы в распределительном центре в ожидании пока билеты? Да. Мы находились 3 ночи, и на 4-й день нас оформили, выпустили и отвезли в католический шелтер, в приют. Там о нас позаботились, накормили, помылись, переночевали, купили билеты, и на следующий день буквально нас отвезли. Вот, и мы направились по дороге в Лос-Анджелес, то есть, где мы сейчас находимся. Вопрос про социальный центр. То есть, я знаю, что вы хотите куда-то пойти, там что-то сделать, что-то расскажете? Да, эта служба называется PDSS, это социальная служба. Там вы можете оформить, как беженец, фукстемпы, это такие талоны, которыми можно отовариваться в ломарке, в любом супермаркете. Затем вы можете оформить бесплатную медицинскую страховку, и там еще дают наличным кэшем на каждого человека, если я не ошибаюсь, по 250 долларов члена семьи. И также могут вам уплатить, если у вас нет жилья на время пребывания здесь, по 60 долларов за сутки гостиницу на 15 дней. Здорово. А вы выходили, у вас был какой-то поручитель, которому звонили, да? Что-что? Вы выходили, то есть, офицер звонил поручителю, пока вы находились в распределительном центре? Да, офицер звонил поручителю несколько раз, но, как я понял, что он просто идентифицировал меня, когда он меня, никакие социальные документы он у него не спрашивал, просто спросил, вот, и все, и больше никаких вопросов не было. А вы как добирались до Лос-Анджелеса? Сами себе билет покупали или как? Билеты, дело в том, что здесь билеты у меня была наличка, только здесь практически невозможно купить ни в аэропорту, ни в автостанции, поэтому мне покупал билеты поручитель по своей карте, ну, потом я, естественно, не купил. Понял. Если есть такая возможность, если кто-то едет там, у меня просто не было карты с собой, у меня билеты все остались, то билеты можно купить с самим сестрем. Валерий, у вас браслет есть на ноге? Валерий, браслет есть на ноге. Да, браслет мне одели. А можете показать, какой он вообще? Да, сейчас покажу. Ага, понятно. Сколько он весит? Лет весит, ну, я не знаю, по ощущениям, может, грамм 500. Ну, он немножко неудобный, конечно, на ноге сидит. Понятно. Как часто нужно на нем менять батарейки? Как часто батарейки менять? Ну, вот, по моему опыту, у меня была батарея 14 часов и даже не запищала. Она загорается красной лампочкой, когда у нее емкость остается на 25%, чтобы нужно сменить батарею. Она даже 14 часов поработала, она не замигала. Я понял. Я знаю, что вы там узнавали, вам подсказали, что можно в телефон установить GPS, да, чтобы снять браслет с небес. Такая информация была, но я не уверен, что, может быть, здесь она пройдет, потому что это единственный случай был. Я смотрел ролик в интернете, там ребята приходили, по-моему, все в штате Вашингтон, и они пожаловались на неудобства. Офицер спросил, у вас есть номер телефона? Они сказали, да. Говорят, окей, я вам переведу GPS-точку на номер телефона. Я понял, хорошо. По ценам как в Лос-Анджелесе? Дороже, чем в Мексике и в России? Ну, цены там на продукты и так далее. Как там цены? На продукты, ты как? Цены на продукты? Ну, как, здесь, в принципе, все дороже, чем у нас. Может быть, ну, я имею в виду по ценам, потому что уровень дохода здесь не сравнится с Россией. Вот, и обязательно, конечно, уже нужно какую-то работу искать, чтобы, потому что деньги не входят, и нужно как-то компенсировать потерю. Понял. Понял. Валерий, скажите, средняя зарплата сколько за час? Вот вы сейчас узнаете для себя в Лос-Анджелесе? Ну, это где-то 15 долларов в час. Ну, а вот то, что разрешения на работу нет, это не мешает все равно устроиться как бы на работу без разрешения в вашем состоянии, ожидания интервью? Ну, естественно, это без разрешения на работу. Почему? Потому что нужно ждать разрешения, но оно, может быть, его можно получить только, по-моему, через 150 дней после подачи заявки на разрешение. Поэтому, ну, многие, в принципе, работают без разрешения, потому что жить как-то надо, то есть необходимости есть. Понял, понял, понял. Последний вопрос. Что бы хотели передать тем, кто запланировал, кому угрожает опасность, и кто запланировал подать на убежище через Мексику? Ну, скажу, ребят, ничего не бойтесь. Этот процесс не такой опасный, как описывается многими блогерами в интернете. Что нас там поймают, убьют, зарежут, расчленят, это все, конечно, ерунда. Мексика, она очень дружелюбная, приятная, приветливая страна, мне кажется, намного безопаснее, чем Россия. Делайте, если вы решились, если вам причиняют угрозы в вашей стране, просто будьте решительными, собирайте вещи, собирайте детей своих, увозите их в безопасное место. И живите, процветайте, всегда будете жить. Вот мое пожелание. Понял, спасибо огромное, Валерий. Спасибо, Илья. Спасибо, спасибо, всего доброго. На связи. Спасибо.